Сметку выше 1500 метров. Поворот направо. С правой стороны находится дорога, которая ведет на Бахчисарай. Отсюда до Бахчисарая 70 километров. 70 километров горной дороги. С собой этой дороги мы с вами сегодня ехать не будем. Мы по Бахчисарай попадем со стороны Севастополя. И так, в Крыму есть пять вершин, которые имеют отметку выше 1500 метров. Естественно, на первом месте это гора Романковь, на втором Демиркову, затем в Зайкенпургской малой городе Экклези-Бурун. И вот последнее название Экклези-Бурун, что означает. Экклези это церковный Бурун-Утёс, имеет отметку 1527 метров над уровнем моря и находится на Чатердаге, 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 и на Гору-Утёс, где вы сможете увидеть эту гору Чатердаг. Когда вы будете возвращаться в Синкерополь, перед Агклези-Бурун-Утёс, посмотрите на левую сторону вдаль. И вы увидите эту гору действительно со стороны Агклези-Бурун-Утёс, и эта гора напоминает Большой Шатердаг. На горе Чатердаге есть такие пещеры, как Мраморная, Эминеба, Иркасарбин, Башкова и другие. Мраморная пещера была открыта в 1985 году. Это наиболее посещаемая пещера. Но наиболее красивая пещера это Эминеба и Иркасарбин. Она находится в двух километрах под Мраморной пещерой. Бинбашкоба. Что означают эти слова? Тюркское слово Бин означает тысячу. Башка, скажите, что такое башка? Все вы знаете, что такое башка. Молчок, да? Да. А если я скажу башка? Заулыбались, да? Итак, башна башка. Обмен. То есть средние века обмен военнопленных. Вот откуда башна башка. Кипаж это голова. Итак, оба пещера. Тысячеголовая пещера. Почему эту пещеру назвали тысячеголовой? Маме альбом. Ну, я знаю. У меня допустимо 90 километров. Без нарушения. Их сейчас будет... Ого, сколько! Так, а здесь большое начальство. Достаточно, не предоставьте. Тысячеголовая пещера. Почему эту пещеру назвали тысячеголовой? В этой пещере найдено множество человеческих черепов. Взрослого человека и ребенка. Но что случилось в этой пещере? Почему столько черепов? Еще ни один ученый не дал ответа на это вопрос. С левой стороны сейчас вы видите надпись Гаспра и Мискор. Каких-то 250 лет назад Гаспра не называлась Гаспрой, а называлась Аспрой, что означает белый известняк. Здесь был карьер и добывали белый проморолитный известняк. Потом добавили букву Г, так и никто не знает, почему добавили букву Г. Гурзуб не назывался Гурзубом, а назывался Урзубом, что означает медведь. Тоже добавили букву Г. В Донецкой области есть 2-я Ялта, есть Урзуб, есть Аспра, Старый Крым. Почему там двойники? Историю позже буду рассказывать. И буквально. Мискор. Так, что есть еще на территории Гаспра? На территории Гаспра есть санаторий Ясная Поляна. Это санаторий матери и ребенка. Почему этот санаторий назвали Ясной Поляной? На территории этого санатория есть дворец Гробини Паниной. И в 1901 году в этом дворце Гробини Паниной отдыхал Лев Николаевич Толстой. Поэтому санаторий назвали Ясной Поляной. Мискор. Это греческое слово означает серединное селение между городом Ялтой и Алуптой. Ялта. Греческое слово Ялос означает берег, Алупка, Алупикас означает миссия нора. В старых топонимах было объяснение, что мореплаватели греки подошли поближе к берегу и увидели большой каменный грот, который напоминал им большую лисью нору. И это место назвали Алупикас. Здесь я, да, Алупкаша. Смотрите наверх. Видите домик с искушенной крышей? Это конец канатной дороги. Там отметка, где домик 1153 метра, а наверху, где зубцы, 1234 метра над уровнем моря. Вот там гора Айпедрит. Гора Светлого Петра. А теперь смотрите вдаль. Видите, одинокая скала. На скале лес растет, как будто корона. Это царевна лягушка. За Чатертагом находится Ангарский перевал. Высота ей 852 метра над уровнем моря. На Ангарском перевале вперед-начало самая большая река в Крыму, которая называется Салдир-река. Салдир-река протяженностью 203 километра. И Салдир-река упадает в Азовское море. Все остальные реки впадают в Черное море. В Крыму большие реки, такие как Альма, Пельбек, Кача, Черная, протяженностью от 83 до 41 километра. Остальные реки имеют незначительную длину. Не исключение, в Крыму большую кожу, Мы с вами сегодня проедем середины, Черные реки в Крыму и Тернецах, где-то дальше. Не исключительно. Остальные реки, а теперь, если обтогоречены, о том, что вы не знаете. По дороге, пощадьтесь, что вы неuses начинает. Можете выстрелить. Сангарским перевалом последние четыре восточных яйлы. Это демерджи яйла. Тюркское слово демерджи. Вот что значит президент. Здесь все сразу же. Подрезают, мусор убирают. Чаще он здесь был, чтобы так. Ну да, он же был. Вот Принц-Зуэльский вчера был здесь, в Севастополе. Но я покажу, где он был. Демерджи имеет отметку 1389 метров. Это северные демерджи и южные 1300 метров. 1256 метров над уровнем моря. Если от южной ближе к трассе Ялта-Симферополь отойти, есть там камень, который напоминает человека, сидящего на скуле. О последней легенде это сидит царица Екатерина II и наблюдает за Крымом. О старой легенде это сидит девушка Мария и смотрит на свою деревню. Ценой своей жизни она спасла деревню от завоевателя. По поводу нашего движения вы видите канаты. Внизу находится Мискорская канатная станция. От начальной станции до промежуточной 1320 метров. От промежуточной до вершины IP3860 метров без единой опоры. Такой канатной дороги нет в Европе. Муникулярчик проходит. Это расстояние со скоростью 8 метров в секунду. Очень быстро движется муникулярчик. На Демирджиэле есть Долина Привидений. И есть там камень, на котором танцевала Наталья в Орле. Вспомните пыльку Карской пленнице. Есть там орех, на котором сидел кто? Юрий Никулин. Задим Инжей. Яйлой Долгаруковская Яйла. Почему эту Яйлу назвали Долгаруковской? Отметка до 1000 метров над уровнем моря. В этих местах воевал вне Василий Михайлович Долгаруков. И в 1770 году его войско в месте с запорожскими танцами и войско разбивает 70-тысячные турецкие войско. Их же войско составляло около 8 тысяч человек. Народ называет Яйлой Долгаруковской. Устроил апеллист в городе Симпироболе Долгаруковской.